Добрый вечер, уважаемые наши телезрители! В течение 50 лет фабрика «Зардана» радует жителей и гостей республики своими изделиями. И развивает народно-прикладное искусство коренных народов нашей республики. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора Любовь Васильевна Тен, ветеран фабрики, ветеран труда Элла Борисовна Позняк и мастер цеха Елена Рядомировна Томская. Добрый вечер! В декабре исполнится ровно 50 лет большой юбилей, золотой юбилей. Давайте вспомним историю вашего коллектива «Фабрики Сардана», настоящего бренда нашей республики. Спасибо большое! Фабрика «Сардана» наша создана уже действительно 50 лет тому назад. В декабре 1969 года был издан указ по Министерству местной промышленности о создании сувенирной фабрики «Сардана», тогда она называлась. И соединили два цеха. Это был цех сувенирный горбит объединения, тогда было, да, там делали куклы, чемоданы, может кто помнит, да. И это был цех якутского кожевинобувного комбината. Эти два цеха слились и создалась сувенирная фабрика «Сардана». Такое красивое и название дали. Первым директором был Севлад Иванович Студенцов. Это был такой легендарный человек вообще, участник Великой Отечественной войны. Вот он работал первым директором. Ну, вот фабрика становилась, развивалась. Сменили, конечно, в это время несколько директоров были. Появился токарный цех, небольшой чароны начали делать. В 1984 году вот сувенирную фабрику «Сардана» возглавил Спиридонов Иван Петрович. Человек был назначен по партийной линии в то время. Тогда была коммунистическая партия. Его направили поднимать производство, развивать. Действительно, чтобы сохранить традиции народов Саха. Иван Петрович уже тогда был руководителем высокого ранга. Он был человек активной позиции очень. С его приходом началось такое бурное развитие фабрики «Сардана». Создали новые цеха, керамика заработала, токарно-косторезный цех, сувенирный цех. Тогда уже и начали шить унты. В том времени унты меховые шили. Иван Петрович работал вплоть до 2004 года. В 2004 году за время работы Ивана Петровича, конечно, вышли на внешнеэкономическую связь. Тогда с японцами начали работать. Участвовали очень много в выставках. И начали же работать с Канадой по завозу сырья. В 2004 году, ну, вы знаете, времена были тут, начался экономический кризис. В 2004 году по решению Совета директоров к нам был назначен новый директор Варвара Семеновна Андреева. Она очень талантливый человек, смелая женщина. И вот с приходом ее начался новый виток развития фабрики Сардана. 15 лет она уже руководит, руководит нашей фабрикой. Вместе вот Варвара Семеновна такой человек, целестремленный очень. Она ставит планы такие. И всегда, кстати, выполняются те планы, которые она все задумала. И мы вот начали работать тогда более активно с мехом, с аукционным мехом. И у нас самое главное вообще стоит вопрос, конечно, качества продукции. Всегда мы за качество продукции фабрика Сардана, потому что такой бренд ее знают не только в Якутии, но и в России. Мы участвуем уже в выставках и международных. Ну, вот были сложные времена в 90-х годах особенно, наверное. Да и потом, как говорится, были испытания. Вот как вам удалось выжить, остаться на плаву? Ну вот в 90-х годах, конечно, ну под четким руководством Ивана Петровича Спиридонова. Он очень мудрый руководитель. Вышли вот в то время, раньше до 92-го года, ну как бы правительство и Россия, да, занималась внешнеэкономическая деятельность, только большие такие организации, наверное, были. А так разрешили в 1994 году, разрешено было начать внешнеэкономическую деятельность. И вот Иван Петрович с главным экономистом, такие Васильевны Ивановой, очень талантливый был экономист, главный экономист нашей фабрики, они вот начали работать в направлении экспорта. Мы делали из мамонтов объемные изделия и продавали за границей. И тогда нам вот эти доллары, которые мы получали как выручку, хотя мы часть продавали государству, такой закон был, да, мы получали рубли, это были деньги, они нам очень помогли. В то время вот эти изделия из мамонтовой кости мы продавали японцам. И посовместить, ну, там вот разрешали бартер, мы у них покупали, мы купили швейные машины, до сих пор мы на них работаем. Мы купили тогда для касторезов импортное оборудование к касторезному цеху. У нас очень был большой касторезный цех раньше. Ну, со временем его вот. Сейчас, к сожалению, совсем он маленький стал, крошечный, токарный цех. Вот, Элла Борисовна, а вы помните момент, когда вы пришли впервые на ту фабрику? Прекрасно помню, я переступила порог фабрики Сардана в 1983 году. В качестве кого? В качестве экспериментальном цехе, в качестве конструктора-модельера. Но по роду деятельности мне приходилось контактировать с работниками швейного цеха, и мне всегда нравилось заниматься именно производством. И при первой возможности я, конечно, попросилась работать в цех. И вот до сей поры я занимаюсь пошивом мехового пальто. Фабрика Сардана была большая жизненная школа сначала. Все познавалось, особенно национальная культура, с которой я была очень мало знакома. Потом это стало вторым домом, второй семьей. Ну, а сейчас это просто образ жизни. Фабрика Сардана – это единое целое. Ну, вы помните сначала, какие вы шубы, может быть, шили, из какого меха? Да. И сейчас как? Можете сравнить? В то время кардинально все изменилось. В то время мы разрабатывали и мужские, и женские изделия с искусственного меха. Мы понятия не имели, что такое натуральный мех. Даже такое время было? Да, было такое время. И эти шубы, как ни странно, очень уходили. Пользовались спросом. Их, помню, в якутских промыслах был наш фирменный магазин. И туда их, там их продавали. И они уходили очень хорошо. А натуральный мех узнали мы гораздо позже. Мы еще занимались даже, вот в эти тяжелые 90-е годы, занимались пошивом драповых пальто. Это нас тоже в какой-то мере выручало и держало на плаву. В то время швейный цех был очень большой. Было две бригады. Одна бригада мехового пошива, другая пальтового пошива. Очень. А вот помните, еще время было, когда носили очень активно, можно сказать, шубы андаторовые? Да. А сейчас почему-то вот редко-редко увидишь. Мы сначала шили из местного, местный андатор. Потом Иван Петрович нам американскую андатору привез. Скорее. Это был вообще шикарный мех. И он был в таком маленьком объеме, что вот эти женщины, которые его успели купить, они их носят до сих пор. Это очень великолепный мех. А чем отличается? По сравнению с нашим, от выделки. Только выделки? Только выделки, да. Немножко по густоте ворс, они немножко отличаются. Там все-таки природа. Наша зима же суровее, чем там, поэтому у нас как бы шкурки плотнее и жирнее. И как бы зависит все равно от выделки, что там импортная выделка, что наша местная и вот этот жир, он все проступает, и поэтому та андатор носится дольше, носилась дольше. Я как-то тоже это время немножко застала, когда это американская. Но сейчас она вообще, по-моему, исчезла. А сейчас она исчезла, да. Сахабулт одно время плотно и занимался. У них был модельер, художник, разрабатывал всевозможные модели именно из андатора. Вы сказали, что вначале вот становления, очень много было цехов. А сейчас сколько осталось? И по каким направлениям вы работаете? Сейчас камусный цех. Наш меховой цех, вышивальный и сувенирный. Основные как бы цеха остались. Остались. Ну, у нас меховой цех, там и мы как бы, да, шубу шьем, и головные уборы как бы объединенные. А раньше как бы вот наш цех, он подразделялся на три подразделения. То бишь мы шили шубы, шапки и были еще национальная одежда. Отдельная бригада сидела, которая круглый год шила национальную одежду. А сейчас мы как бы национальную одежду шьем только с приходом сезона. Сезонно. Сезонно. То бишь мы всю зиму шьем меховое, потом переключаемся на национальную одежду. Ну так интереснее, наверное. И потом жизнь же подсказывает, да? Да, да, да. Надо соответствовать времени. Там уже в марте месяце женщины интересуются другими изделиями, приходится перестраиваться. Вот расскажите, пожалуйста, об этих шубах. Ну, комплекты, да? Вот эти шубы, изделия из национальной нашей коллекции, которые будут демонстрироваться на показе юбилейном, да? Это мероприятие пройдет у нас в ноябре. Вот эти шубы, как бы, они сшиты в национальном стиле, но из натурального меха. Вот эта вот коричневая шуба, она комбинированная стриженая норка с не стриженной. Норка импортная, завезенная тоже с аукционов, и вот эта белая тоже. Ну, вот эта белая, она больше аппликации. Сейчас же в мире, в тенденции аппликации же в моде, да? И вот это вот пользуюсь и вот этой тенденцией, и то, что у нас национальная. И вот это объединено вот в этих шубах, можно сказать. И у нас еще новинка, тут, наверное, немножко не видно, там вот чапраки, видите, да? В чапраках. Под рукавом. Да, под рукавом. Там машинная вышивка. Вот здесь, да? Да, вот там. Внутри? Да. Компьютерная вышивка на меху. Это вот первые разработки нашего художника, который занимается компьютерной вышивкой. Долго создаются вот такие комплекты? Ну, мы как бы с осени это все планировали. Мы даже не с осени уже давно, как бы в мыслях у нас это было. Мы с Аллой Борисовной на пару, в тандеме, как говорится. А потом это все в течение года накапливаем вот это сырье, ну, как бы завозим, заказываем. Варвара Семеновна нам никогда не отказывает. Мы ей рассказываем, что планируем, планируем вместе с ней. А потом она ездит, закупает конкретно то, что мы хотели, да? И вот это вот, когда у нас все собирается, мы уже их, как бы, в производстве. То есть, получается, это совершенно штучные изделия. Конечно, да, да. В потоке их мы не шьем. Они бывают. Вот она одна, и будет она одна. Но покупают? Покупают. Покупают, спрашивают на заказ. Ну, вообще очень много интересуется. А где они видят их? В наших салонах. А, в салонах, да? Ну, вы где-то, вот, например, показывали, вот, например, вот эти комплекты? Вот эту коллекцию мы вот на параде национальной одежды, в начале марта, когда вот этот парад же был, туда вот первый раз мы их показали. Пока мы их, как бы, немножко держим в секрете, чтобы показать на нашем большом показе, который на юбилейном. Ну, по-моему, уже весь город знает. Ну, как-то он не получается. Ну, еще раз показать, почему нет, да? Ну, да, это все вот в другом фоне, в другом виде. Это будет показано 4 ноября. Ну, я так понимаю, что еще и другие комплекты есть? Да, это изделия, два изделия из одной коллекции. Но в коллекции там... А как называется коллекция? Пока еще нет, не знаю. Название потом не завершено. Пока еще не завершено, поэтому пока мы еще ничего не скажем. Ну, у вас коллекции все с названиями или же они безымянные? Ну, когда коллекция, а когда вот мы же работаем, как бы, на определенную дату, на покупателя, на магазин, на заказчика. Поэтому, когда создается коллекция, у них бывают названия. А так, на поток, когда, да, штучно, ну, нет. Вы профессиональный технолог, да? Да. Заканчивали именно... Заканчивала я колледж технологии дизайна в 2002 году. И тут же получила диплом и сразу пришла на фабрику. И с тех пор, прошло 15 лет, я вот в этом шубном цехе как пришла, так... Нравится, да? Ну, да. Это я привыкла уже как-то... На своем месте. На своем месте, да, это вот тоже правильно. А вы сами, например, зимой в чем ходите? В наших шубах, которые шились. Как-то у нас такое понятие, что пойти куда-нибудь посмотреть, купить, как-то такого даже не возникало. Ну, во-первых, у нас есть... Извини, Елена, я перебила. Мы придумали себе, представили себя в каком-то меху, обсудили и сшили. И еще хочу сказать, есть некий льгот, когда мы покупаем шубы. У себя. Да, вообще продукцию свою. Поэтому мы, естественно, этим пользуемся. Ну, конечно. Но не будем забывать, что существует сейчас время конкуренции, да? У вас много конкурентов. И наоборот, наверное, это в какой-то степени подстегивает. Подстегивает. Или ЖК. Или наоборот. Омрачает даже существование. Нет, очень сильно подстегивает, конечно. Чтобы не отставать вот этих всех мировых тенденций. Мы же ездим на аукционы, на выставки различные. Даже в прошлом году мы уездили в Италию. Смотрели, показывают этих мировых брендов итальянских. Я была с Варварой Семеновной первый раз. Ну, в Виталии, да, на такой выставке. До этого я ездила. Вот как только пришла, буквально в тот же год мы поехали в Гонконг тоже на меховую выставку. Я была в шоке от всего этого. Но это очень интересно. Сидеть там, в окружении всего этого, это очень интересно. Конечно. Высокая модель. Тогда еще опыта у меня никакого не было. Я вот буквально вчера же только пришла. И вот то впечатление, которое я в прошлом году была, и вот тогда они совсем абсолютно разные. Тут вот уже в прошлом году, допустим, мы на показах сидим, смотрим и уже знаем, на что смотреть и что смотреть. И что пойдет нашему покупателю, а что нет. Потому что все-таки у нас климат другой. И как бы вот эти вот европейские, они больше для красоты, а мы больше для утепления, да. И вот это вот мы смотрим. И может быть отсюда какую-то деталь взять, чтобы для себя использовать. И использовать, ну что-нибудь использовать в новинку, да, чтобы не отставать от этих мировых. Вот она приезжает, заряженная новыми идеями, а потом заражает нас. Приезжаю и начинаю. А вот смотрите, мы то-то видели, мы то-то видели. Вот это, конечно, все фотографируем, показываем. А потом через некоторое время Варвара Семеновна ездит в командировки и привозит нам журналы. И вот эти вот фотографии, которые мы там снимали, то, что мы видели вот в этих больших журналах, которые выпускают, да. И вот я им показываю. Вот я вам про это говорила, про это говорила. И начинается вот это обсуждение. И ну так мы как бы... Так рождаем. Рождаем, да, коллекции, модели, шуб, которые тут у нас сейчас... И покупателям своим предлагаем. Ну, заказчикам иметь. Заказчикам, да. Да, надо быть, значит, очень, как говорят, креативными, чтобы быть... Ну да, тут, на первых, да. Ну, за временем стараемся, да. Нужно не отставать, да. Вот очень интересные унты, да? Да. Вот унты представлены здесь, да. Это вообще унты наш основной вид выпуска товара, да. Это основная наша прибыль, за счет чего мы как бы существуем. Это, конечно, унты меховые, теплые. Они у нас отделаны беля. Вы знаете, что беля в 90-х, в 80-х даже годах у нас первый мастер был. Сивцева Матрёна Гаврилина, к сожалению, сейчас ее нет среди нас. Вот она первая создавала беля вот эти очень красивые, которые сейчас уже, конечно, скопировали. Весь город, все носят. Ну, тогда не было понятия патента. Кстати, вы патенты не делаете? Мы не делаем патенты. Почему? У нас нету. Ну, как-то, видимо, это... Ну, в принципе, на каждый узор, на каждый образец-то можно было бы, да? Ну, это, видимо, это сложно. Ага. Ну, как-то вот не запатентовали. И вот сейчас мы уже создали новые изделия, тоже без патента. Вот, например, мы создали новые изделия. Не хотят выжить. Три в одном, как бы, называется, да? Вот это изделие можно... Кто-то видел, наверное, уже и подумали, что за странные унты, почему у них такие беля. А это очень просто. Они снимаются и становятся... Эти унты можно ведь носить и с брюками уже. Это вот как бы один вариант. Вот второй вариант. Их можно носить уже с классическим беля. Бисерные беля классические. Они на кнопочках, все пристегиваются. Можно так. А можно уже... Это будут ботфорты, как вы видели, они стоят, да? И их можно уже носить, ну, на выход там, как-то с каким-то короткой шубкой можно одеть, да? Они очень популярные, наверное, да? Да, они хорошо берут. У них есть, кстати, название, они называются абакаяда. У них такое название торговое. И люди вот приходят, спрашивают, есть ли у вас абакаяды. Какие на них? Они очень популярные. Да, они очень популярны. У нас же также съемные есть мужские. Вот это вообще новинка, недавно мы ее заработали. Вот крайняя модель. Вот эта? Да. Она также отстегивается. Становятся короткие мужские унты, которые у нас с брюками. Эти можно снять. Они также на заклепках. На заклепках. Да, это вот мужская модель такая, да? Вот новинка вот совсем вот, вот вторая пара стоит. Белые, да? Белые, да. Они с норкой впереди. Норка и вот уже совсем другая модель. Как бы в унтах мы, конечно, стараемся разнообразить, ассортимент. Потому что, как говорится, сейчас рыночные отношения, конкуренция большая. Ну, мы в основном, конечно, качеством выходим. У нас качество, у нас гарантийный срок, у нас послепродажное обслуживание для клиентов есть. Сейчас мы для своих клиентов бесплатное хранение первый год шуб у нас для заказчиков. Мы шубы чистим, мы их отреставрировать можем. Ну, в общем, у нас такая послепродажная вот для клиентов такие услуги есть. Поэтому, ну, не все участники могут представить такие услуги. Ну, конечно. А мы вот, у нас фабрика, мы можем... Особенно хранение. Да, у нас специальный холодильник, мы его построили. В прошлом году ввели. Там специальная обработка. В общем, качественное хранение. Вот белые унты насколько популярны? Вы знаете, они популярны, очень популярны, потому что сейчас хочется сказать, что молодежь, ну, или люди среднего возраста, 30-35 лет начали одевать унты. Ведь несколько лет назад они не носили. Все сапоги одевали, как бы считали, что унты это, ну, может, не модно или как. А сейчас в связи с тем, что как бы время немножко поменялось или что, начали признавать унты как теплую обувь. Ну, потом удобная. Удобная, легкая, мягкая. Ну, все-таки зима у нас холодная. В зиму-то... В зиму никакие сапоги не спасут. Да, здоровье-то превыше всего, конечно же. А вот еще я видела, да, что унты шьют внизу подошвы какая-то... Ну, как полиуретановая... Резина. Резина, вернее. Ну, мы делаем наклейку резинкой. Вот это хорошо или это не очень? Это скользко все-таки. В наших условиях лучше, в общем-то, не клеить ее. Но мне, как объяснили продавцы, что это защищает от... Влаги. Да. От влаги защищается. От стоптания войлок. Может быть. И войлок, да, сохраняется. Ну, я думаю, что это скользко все-таки это. А так мы их делаем для западных районов. Например, для Новосибирска, для Москвы. И у нас москвичи очень хорошо берут унты. Здесь тоже по просьбе заказчика, покупателя тоже приклеивают. Вот. Ну, то есть вы... Надо быть конкурентно способными прежде всего. Да. Это задача, конечно. В наше время это номер один. Качество. Поэтому самый вопрос качества у нас. А в чем вот качество? Все шьют же унты. А в чем вот ваше качество? Я вот увижу, все одинаковые унты. Как будто унты. Но только знаете, что цена у них дороже, у кого-то дешевле. У кого-то дешевле, у кого-то дороже. Нет, ну, все-таки у нас технологи работают. Поэтому у нас шито под технологическим процессом. Ну, во-первых, наша выделка. Все-таки мы не сказали, что у нас есть цех выделки. Он был. А, это была собственная выделка. У нас собственная выделка именно Камусов. Она была создана в 89-м году, этот цех. Вот во главе тогда была Архипова Мария. Мария Архиповна. Фамилию не помню. Такая женщина. Она вот научила, как бы, наших тогда выделки. До сих пор этот цех работает. Сейчас там... Сейчас, кстати, у нас там был ремонт, новое оборудование. Условия для работников стали очень хорошие. Ну, потому что это все-таки цех вредный. Вредный, ну, конечно. Вредный. Мы сами делаем выделку. А выделку как делаем? Вот старинным... Нет, это все-таки современным способом. Что такое... И вообще у нас такая тенденция все-таки уменьшить ручной труд. Ага. Ну, иначе мы не будем конкурентоспособны, если бы много будет ручного труда. Зарплата ведь и налоги все тянут цену. А на качество шкурки влияет? Ну, вы знаете, нет. Если придерживаться норм, как положено, соблюдать температуру, тепловой режим, вот, добавлять столько соли, сколько надо там, да, все процессы соблюдать, качество хорошее выходит. Очень хорошо. Ну, я думаю, что фабрика Сардана – это не только изделия, но это прежде всего, конечно, люди. Это мастера, настоящие мастера, которые передают из поколения в поколение свои знания, опыт, навыки, характер, может быть, любовь к делу, да, патриоты. Патриоты. У нас очень много патриотов. Без этого никак. Ну, вы можете сказать, что ваш коллектив обновляется? Приходит ли молодежь? Приходит к нам молодежь. Приходит, приходит. Да, в последнее время, конечно. Ну, вот сказать, чтобы вот как бы нам хотелось, чтобы побольше пришли? Нет, конечно, такого нет. Вы знаете, молодежь не очень хочет сидеть, шить руками, но есть такие люди, есть. Вот у нас же молодые специалисты остались. Вот Лена Томска у нас осталась, Александра Старостина, она у нас закончила петербургскую технологию дизайна тоже. Ярослава Лазарева, наш тоже модельер-конструктор, да, работает. У вас коллектив в основном женский, да? Да, у нас женский коллектив, но у нас есть мужчины. Вот конечный этап на обуви обязательно делают мужчины. У нас же есть цех кожаной обуви, которая национальная кожаная обувь. Летом мы ее продаем, вне сезона. Вы же знаете, вот это сезонный товар, зимой он нужен. Летом особенно унты не покупают. Поэтому летом мы продаем национальную кожаную. А почему вы летом делаете скидку или нет? Вы знаете, особых скидок летом мы не делаем. Потому что как бы ни делать скидку, она не нужна уже людям этот товар. Не сезонный, поэтому даже скидка. Ну, таких больших скидок у нас нет. А какие существуют традиции в вашем коллективе? Что беднеет людей? Помимо работ? Коллективные выезды. Отмечаем праздники все, которые существуют. По цехам, в общем, на фабрике. Вместе с Варварой Семеновной. Все вместе. И с детьми. Новый год мы проводим, допустим. Сначала корпоратив для работников. Все вместе. А потом обязательно утренники детские. Также мы... Поздравляем, да? Потом ветеранов на 9 мая, 23, 8 марта. Это как традиционно. Ну и выезды на Сехи, на природу. Сейчас же очень много вот этих комплексов. Обязательно в год-два, один раз. По ягодам иногда, да? Ездим. Мы ягодницы. Ягодницы. Ягодницы, да. Ездим по ягодам. И также у нас Варвара Семеновна каждый год награждает нас отдыхом в санатории. Мы ездим в Новый год. Когда мы отдыхаем же две недели в Новый каникул. Мы ездим в санатории. В Подмосковье ездили. В Армению ездили. В Чехию ездили. В Чехию ездили. Это у нас хорошая система по швейшему. Все так говорят, когда рассказываю, они все так говорят, ну хорошо живете. Ну да. Ну значит хорошо работаете, хорошо продаются ваши изделия. А вот вы сказали, что фабрика Сардана, история вашей фабрики, да, началась именно с сувенирного дела. Вот как сейчас живет сувенирное дело? Вы знаете, немножко трудновато живет сувенирный цех. Есть у нас сувенирный цех. Мы делаем сувениры. Там у нас работают люди, закончили намское педагогическое училище, есть, да, с образованием почти все. Там нет таких людей, которые без образования. Вот там, скажу вам, энтузиасты своего дела работают, да. Потому что слишком, невысокая там зарплата, уж честно сказать, да. Почему? Потому что если сделаешь большую зарплату, сувениры будут дорогие, они продаваться не будут. Но мы же коммерческие предприятия. Но они же могут количеством взять. Количество. Маленькие, маленькие, куча. Это же ручной труд. Очень большой объем ручного труда. Поэтому, ну, у нас есть сувенирный цех, мы работаем по нему. Но у нас есть лазерная машина, мы ее, с ней работаем, с лазерной машиной, потому что упрощаем ручной труд, конечно. Ну, столько меха остается, надо же куда-то деваться. Да, действительно, он переранет, перерабатывает. Чтобы все это, как говорится, использовать. Раньше такие куколки делали. Помните, такие северяночки-то? Мы и сейчас. Маленькие, внутриполые. Сейчас они еще более интересные. У нас куклы разные есть. И по временам года есть. У нас художник Мария Егорова. С семенами. Да, она закончила Новосибирское. Она прикладник. Очень хороший художник. Ну, в данный момент она, конечно, на фабрике не работает по состоянию здоровья. А так она у нас много лет проработала. Конечно, ваша работа зависит прежде всего. Вот насколько хороший мех привезли, да, от меха зависит, от шкур зависит, да? Да. От качества, да? Постоянно ли у вас бывает вот такое, ну, сырье хорошее? Вы знаете, мы вообще, вот как вы действительно сказали, что все изделия, если будут в сырье некачественные, оно никогда качественным не станет, да? Ну, да. Поэтому мы покупаем на аукционах просто отборные лоты. Варвара Семеновна, конечно, Иван Петрович самый первый начинал. Он привез вот тогда андатру в 94-м году. Потом бурую лису мы привезли. Никто не возит бурую лису. Потом енота мы привезли, енотовидную собаку шили, да? Шубы тоже они теплые, носки. Некоторые люди, по-моему, по-сю пору на все эти шубы. Варвара Семеновна продолжила эту традицию, надо сказать. И начала. Расширила. И если мы норку не покупали, мы стали норку покупать. Красная стричь. Рефорсинги, всякие технологии современные. Да, и выделывали мы тогда этот мех в Польше. Кстати, эту выделку в Польше закрыли почему-то, я не знаю почему. Но мы раньше там в Европе выделывали за евро, завозили через таможенную процедуру. Это очень сложный процесс был. Ну, как-то НДС платили, конечно, очень много. Какое сложное производство. Да, доставка и логистика, ведь у нас сейчас такая простая. А когда вот в начале 2000-х, конца 90-х, это было сложно. Логистика была сложная. И вот тогда мы стали завозить норку. И еще что мы завозили-то? Апоссумы завозили. Были у нас такие беленькие апоссумы, шубки такие. Да? Ага. Очень красивые. Американские лисы. Бурая лиса очень популярная. Вот сейчас почему-то исчез такой... Помните, раньше из песца носили такие пышные полушубки, даже шубы? Сейчас вообще нет. Кстати, это был тоже канадский песец. Мы закупали его на Хельсинки, в Хельсинки на аукционе. Мы с Вера Семеновна там были несколько раз. Вы знаете, ну, как бы мода, мне кажется, прошла. Мода диктует все, да? А вот этот длинноворстный мех в одно время вообще отходил. Совсем не продавался. Хотя мы покупали разные цвета. И там чуть ли не синий, но зеленый был. И что только не делали. Ну, как-то и не... Ну, эти изделия разошлись, но, тем не менее, сейчас уже никто не интересуется. Был период, когда длинноворстный шибко спросом не пользовался. Все сколько... Одно время все... И старый млад, норка, норка и норка была. А сейчас как-то люди немножко поняли, ну, может, у нас зимы немножко поменялись, ветренее, что ли стали. Все хотят утеплиться и просят. Вот это же бурая лиса, очень хорошо у нас идет. Енот, лисы, лисы красные, ну, вот эта огневка и чернобурка, она очень хорошо сейчас. Люди идут и идут. Бурая лиса вообще на ура у нас ушла. Да. А сейчас? Идет она, да. А сейчас идет. Ну, она как мы... Сезон бурая, сезон другая. Ну, чтобы немножко люди отдохнули... А вы не боитесь того, что... Вот люди, например, очень много сейчас пишут, что надо отказаться вообще от меха. Нет. Бойкот объявить и все. Я думаю, что... Нет, нам это не грозит. Именно у нас в Якутии навряд ли откажутся, потому что никакие пуховики в нашу зиму как бы от холода не спасают. Не спасают. Нет, но, допустим, этих аукционов не будет. А где вы будете мех брать тогда? Ну, вот, североамериканский аукцион, по-моему, уже 300 лет существует. Пока еще не закрылся. Из поколений в поколений. И не думаю, что он закроется. И, ну, в Хельсинки тоже аукцион, наверное, больше 150 лет существует. Поэтому... Ну, вряд ли это все закончится. Закончится. Не думаю. Случится, да? Да, навряд ли это случится, я думаю. Потому что поклонники меха... Женщины вообще... Женщины и мех, это же... Ну, как бы... Женщина... Мы уже знаем, что это и не можем отказаться. Поэтому... Будут... Востребована будет меховая шуба всегда. Каким вы видите будущее в фабрике? Ну, что хотите внедрить? Что бы хотели внедрить, да. Ну, вот все-таки тенденция... У нас же есть кожаная обувь. Это вот обувь, которая... Она не такая дорогая, как меховые унты. Они дешевые, да. Они и сукна шиты, там, и спилка, да. Такая обувь тоже есть. Она будет востребована. Этот цех был создан при Варваре Семеновне уже совсем. Тогда была главным технологом Буслаева Наталья Николаевна. Она создавала цех. Мы купили оборудование, все с нуля. Этот цех сейчас хорошо работает. Вот он зимнее время шьет зимнее, а летом, вот я уже говорила, летнюю обувь, да. Мы бы хотели все-таки такую тенденцию развивать, чтобы и в дальнейшем разработать новые модели, чтобы все-таки расширить в количественном ассортименте вот именно обувь такую недорогую. Эконом-класс. Эконом-класс называется, да. Ну и вот лично я, и как руководитель фабрики, да, вижу молодежь все-таки, чтобы пришли молодые работники. Ну, побольше бы молодежи. Мы, конечно, очень уважаем своих ветеранов. Мы их всегда помним, да. Кстати, они были очень прекрасными учителями, да. И хотели бы и сейчас, чтобы наш коллектив вот тоже передал бы молодым свои знания, свои умения, свой опыт. Преемственность должна быть. Преемственность все-таки должна быть. Ну, у нас работают семьи. Вот Кожина, например, Петр Накенчий и его сын Сергей работают. Очень хорошие работники. Тоже в обувном цессе работают. Он сын. Отец когда-то работал в обувном цессе. Элла Борисовна, а каким вы видите будущее фабрики? Да, мне вот тоже хотелось бы поддержать, Любовь Васильевна. Очень бы хотелось видеть там молодежь. И хотелось бы, именно пришли такие люди, которым передать весь тот багаж, который накопился у нас. Именно передать. Вот у нас было как-то года два назад девочки на практике. Очень одаренные, очень талантливые. И мы так хотели их всех взять. Но какая-то часть осталась у нас, а какая-то не согласилась. Ну, что поделать? Очень бы хотелось, чтобы вот таких побольше девочек нам пришло, которых мы могли бы обучить. Побольше бы специалистов молодых, которые были бы идейные, креативные. Покупателей нам, клиентов нам таких же креативненьких. У нас есть одна постоянная клиентка, которая очень прямо интересная женщина. Интересуется новинками. Она всем интересуется. Наблюдает все новинки. Ну, у нас как бы она не одна. У нас таких много. Ну, как бы есть такие, которые прямо, а что новенького, а что новенького. А вот это вот прямо из ничего что-то, да? Ну, прямо с ней прямо, ну, не знаю. Так они же и могут подсказать какие-то идеи. Называется обратная связь. Ну, они нам, мы им, и получается изделие, в общем. Ну, и таких покупателей, клиентов, и, конечно, очень хотелось бы молодых специалистов. А вот это зависит от машин, от техники? В смысле? От того, что у вас же на машинках же шьют. А, в смысле, вот этих оборудований? Ну, да. У нас вот эти вот, как Варвара Смюн, Люба Васильевна сказала, у нас вот эти японские машинки, да, которые, мне кажется, здесь якутские, у нас аналогов нет. Они очень аккуратно, очень тоненько, и, можно сказать, шелком вышивают, шьют. Ну, в этом смысле мы хорошо упакованы. Поэтому мы сидим спокойно, да. Главное, нужны вам люди, новые. Да, новые люди. Сидя здесь, я вообще много, очень много узнала о вашей фабрике, именно как там внутри обстоят дела. Поэтому, как будто побывало, даже такое ощущение создалось. Большое спасибо вам за беседу, за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Я желаю фабрике только-только процветания. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие телезрители, за внимание. И до встречи в следующий четверг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова